привет друзья мои хорошие ну что ж так вот сегодня день мой прошел насчет маски и собаки конечно да мне самому было весело по этому поводу даже собака понимает что человека в маске надо обладать вот меня собака облаяла но как только снял маску буквально снимаю маску заговорил с ней она лайк перестала удивительный такой урок ну а сейчас хотел бы поговорить о снах интересная штука эти сны я вообще считаю что нет ничего то что мы видим говорим или представляем нет ничего так скажем фантастического я думаю все что мы привыкли считать фантастическим фантазиями в нашей голове это не фантазии это просто еще не сбывшаяся реальность очень часто мы все летали во сне или летаем по крайней мере вы все переживали это ощущение неописуемое ощущение полета не вот подумал об этом буквально сегодня вечером а что если наши ощущения полета во сне это пока что не не сбывшаяся реальность все мы знаем это замечательное ощущение все мы понимаем но не все но я думаю многие понимают что наша жизнь физическом теле это временное явление но наше сознание это вечное существующее само по себе отдельная вот такой вот жизни существо назовем тогда живое существо и вот у сознания границ нет вообще нет границ и теперь я понимаю я уже ранее говорил вам почему нас так пугают очень сильно смертью ребят то чем нас запугивают и ставят нам пугало на самом деле за этой гранью будет самое прекрасное и самое прекрасное вот что то я так чувствую что вы ощутите но по крайней мере многие из нас да да именно чувство полета мы полетим вот почему мы во снах летаем над городом летаем над над знакомыми или незнакомыми в этой жизни местами ребят если мы живем системе реинкарнации то мы умирали много раз и мы испытывали неописуемое чувство полета когда душа вылетает из тела она прекрасным образом может парить над полями над лугами над городом вообще везде то есть прекрасное чувство полета пока не переходит на тот уровень божественное божественного мироздания которого она достигла от одного воплощения к другому так что друзья фантастики не существует вообще и я думаю справедливо говорят многие люди что человек не может придумать того чего не существует то есть но неважно невозможно в голове создать какую-то комбинацию которой нет в природе то есть о чем бы человек не помыслил все это существует но только если мы не видим этого существующего сейчас и здесь то это значит просто еще нереализованное а по сути все что есть сегодня то уже либо было либо будет но по сути даже то что будет она уже есть она есть но она еще не проявлено нереализованная вот таким вот образом а я мыслю и вообще знаете с того времени как я вышел из религии мне нравится моя свобода свобода мысли что я не боюсь как раньше выражать свои мысли о чем-то потому что скажут а это мысль от дьявола потому что она противоречит библии сейчас я понимаю что душа моя свободна и если по могу противоречить кому угодно и чему угодно потому что именно на этом основана свобода моего я моего понимания моего мироустройства человек я думаю имеет полное право на основании того что во первых родился человеком на основании выбора по праву рождения имеет право мыслить и кто может из таких же живых существ говорит и неправильно мыслишь или ты тут неправильно мыслишь или тут все эти рамки ограничения нам установили кто-то те которые жили тут до нас его уверены что все они правы есть душа и сердце твое которое само воспринимает сущность своего бытия просто нужно научиться слушать сердце и воспринимать мир так как его видит именно твоя душа к сожалению мало кто из нас даже может просто осмелиться и не говорю уже о том чтобы высказать свою мысль они боятся даже осмелиться подумать о чем-то и будут думать это неправда я там я могу быть в заблуждении по сути мы сами устанавливаем ограничение наша беда в том что мы говорим что если кто-то воспринимает мир или любую ситуацию не так как мы значит он неправильно мы просто отказываемся понять что все люди индивидуальны все в мире разнообразная люди разнообразны нет одинаковых людей хотя мы внешне и похожи на кого-то иногда общаюсь с таксистами когда ну как бы вот у меня есть чувствование интерес к этому да так ну пообщались и поехали а домой когда ехал тоже сел ехал с парнем с таксистом заговорили немножечко разговаривались за то за все таксист оказался верующим и не только верующим под еще и меня в ютубе видел но я первый с ним заговорил вот он аритму я как-то стеснялся вам задать вопрос она говорит я вообще-то вас узнал если ты меня видишь привет тебе дружище кстати часто узнают таксисты иногда иду по городу или бываю в людных местах ко мне подходит подходит народ подходят разные люди здороваются но в основном это все замечательные люди прекрасные я еще ни одного не встретил отморозка иногда читаю комментарии всякие отморозки бывают пишут но тех кого я в городе встречаю да вот те же таксисты нормальные люди женщин встречаю мужики со мной подходят здороваются узнают я даже в краснодаре как-то пару лет назад был паса по своим делам ехал в электричке заходит женщина она меня в толпе узнала выговорит евгений и рядовой это я ваша зрительница но была моя критиканша блин ну милая приятная женщина она так обрадовалась что меня увидела но тут же призналась евгений а я там вас говорит критикую я с юмором ну а почему вы не критикуйте нормально когда думаешь откуда все эти такие вот разные отморозки появляются рю даже критиков встречают кто со мной не согласен это нормально как бы ко мне относится ну хотя видите жизнь приличная встреча с человеком наверное приличном контакте с человеком меняется это самое отношение к нему да поэтому люди в нашем мире так сейчас все не так не настолько сладко да нужно иметь как-то терпимость более уважение друг к другу не нужно быть нетерпимым таким знаете вот религиозным фанатиком быть у меня даже в описании видео не зря написано сейчас прочитаю да вот этот мое отношение выражение моей души желаю добра всем кто зашел на эту страницу да или ко мне на канал я тут не создаю секты культы новые веры мне не нужны последователи это факт ребята мне не нужны ни культа не секты не последователя мне не важно в кого ты веришь в кришну буду аллаха иисуса верь в кого хочешь это твоя жизнь твоя игра твоя вера твоя свобода главное не будь фанатиком не преследуй людей за то что верят не так как ты не в того в кого веришь ты вот я никого не преследую вообще за то что они верят не так как верю в бога я доверьте хоть в карсона который живет на крыше главное никому жизнь не портите никому не навязывайте и тем более не угрожайте на основании религиозных предрассудков дальше не будь фанатиком не преследуй людей за то что они верят не так как ты не в того как ты каждый пришел в мир индивидуально каждый мир воспринимают по своему каждый уйдет из мира по своему и к своему богу пора понять главное правило не причиняй ущерба живым существам никто не обязан быть таким как ты никто не обязан понимать мир так как ты никто не обязан жить по твоим стандартам ну или правилам и никто не обязан верить так как ты этого хочешь просто живи по совести в любви и свете быть добру всем благодарю вот выражение моей веры да в нескольких словах я так никому ничего не навязываю себя на канале не кому я никого не ставлю под обязательства вы обязаны верить только так и не иначе я выражаю свою душу свое сердце свое мировоззрение по праву рождения именно это право как человек даже по законам российской федерации я имею право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой все я же имею право кто-то кто-то хочет меня лишить моего права через истрии через интриги угрозы оскорбления люди ну блин вы либо вы глупы либо вы не знаю какая вообще вам радость а в кого я верю на понимаю некоторых это просто задал бывает они даже в комментариях пишут у него больше 100 тысяч подписчиков он людей ведет в ад по сути так вас наверное интересует количество подписчиков так я же не собирал количество подписчиков я же никого не просил подписаться на мой канал люди сами подписались я же не просил никого подписаться пришли подписались нормально с не хотят не нравится отпишутся какие вообще проблемы я вообще не вижу я вообще лично звездной болезнью не страдаю хотя я начинаю понемногу сознавать что я становлюсь известным человеком по крайней мере почти каждый раз меня в городе во многолюдных местах хотя бы один человек узнает очень часто но еще живу от кого-то эсэмэс прилетел давайте посмотрим аж опять угрожают нет это прогноз погоды как-то так будьте в нашем мире чуточку добрее все и так хреново ну не столько конечно не все плохо но в общем если смотреть все вот эти намордники вот эти все пикают там короче давайте хоть мы простые люди вот простые граждане простые жители не портить друг другу жизни и как посмотришь это же жесть вот у нас в краснодарском крае еще как-то проще с этим в других местах где-то смотрю в ю тубе человек без намордника заходит в маршрутку его обезумевшая толпа выкидывает с маршрутки выкидывает свихнуться можно просто свихнуться но туда ладно все вот как-то так давайте люди перестанем быть подлыми во всяком случае мы все когда-то умрем все когда-то умрем наша жизнь когда-то у всех закончится все мы перейдем на другую сторону я думаю здесь надо так жить чтобы там не было стыдно хотя наверно чем я говорю ребят не знаю как каждого жизнь наверно свое предназначение но я лично не могу представить я хочу жить так ей людям с которыми я соприкасаюсь по жизни да вот если человек что-то для меня делает я вот ну там говорю потому что я люблю о людях с которыми я по жизни пересекаюсь вспоминать только добрыми словами только добрый я люблю о людях вспоминать добрыми словами или сделайте так чтобы я помнил вас и вот если у меня кто-то спросит там же не а кто вот это тебе сделал я к примеру скажу то вот был у меня саша там или там маша она сделала просто и всю жизнь вот сколько вот буду смотреть на какую-то вещь который мне человек сделал будут вспоминать его только добрым словом а это все бонусами у человека накапал накапливается но к сожалению в моей жизни есть такие люди о которых но не могу я вспомнить и замолвить доброе слово если такие как которые достойны только самых плохих вещей до которые в моей жизни там причинили сделали но то да ладно с ними нужно понимать что мир он такой вот разнообразные люди в нем разношерстные попадаются ну а мы что поделаешь давайте жизнь друг другу чуточку украсим ну а я знаю что я тысячам людей украсил или скрасил жизнь и улучшил ее и мне уже от этого приятно знаете я иногда смотрю по своей жизни я включил недавно мне ролик всплыл ютубе женщины психолога одного и она говорила о людях донорах и как прослушался и думай слушать и все про меня рассказываешь я точно как донор один в один да вот тонна для кого-то почему потому что все что я говорю говорю из душе это моя жизнь это часть моей жизни это моя энергия делюсь с кем-то я даю даю но мне хочется и получать что-то от людей хотя бы добрые слова там в ответ благодарность я уж не говорю там за финансовую благодарность а хотя бы чисто человеческое это очень приятно ведь чтобы получать нужно отдавать и нужно уметь восстанавливаться после всяких гадких людей вы в курсе да вот недавно как бы на несколько дней меня выбило но с другой стороны меня обрадовало что мое собственное расследование вывела меня на подозреваемого мною человека фамилию не могу его назвать потому что все таки один процент я оставляю да но чтобы потом не сделать неправильного шага все таки бывает что человек нечаянно оказывается не в то время не в том месте и попадает под подозрение тем более что уже прецеденты были но есть один процент на который все таки вот что потом мне не пришлось знаете там извиняться перед человеком как-то так но я рад все таки что жизнь она такая быть добру и надеюсь все будет у нас хорошо всем добра любви и света ну ладно все давайте всем пока пока так что летайте мечтайте пусть ваши мысли свободно парят пусть ваша жизнь блистает красками света разукрашивайте свою жизнь люди как можете и будьте чуточку добрее среди этого всякого зла пока все